Привет, я Юрий, ну а это наш Ньюсбаз. Новости для тех, кто не смотрит новости. И вот куда катится этот мир в пятницу. На востоке Украины дела приняли совсем серьезный оборот. Армия атаковала позиции пророссийских повстанцев в Славянске, на что мирные активисты в ответ взяли и сбили несколько вертолетов из переносных зенитно-ракетных комплексов. Есть убитые. Ситуация осложняется плотным валом дезинформации со всех сторон. Мозги участников событий как следует промыты, пропагандисты явно не отдают себе отчет в том, каким печальным последствиям могут привести их усилия. Южная Корея в последнее время не везет. Кто затонул паром со школьниками, то теперь вот в Сеуле столкнулись два поезда метро. Один состав въехал в хвост другому. Спасатели сообщили, что погибших к счастью нет, как и серьезных увечий, но менее тяжелые травмы получили аж 170 пассажиров. Австралия говорит, что поиски пропавшего малайзийского Боинга могут занять целый год. Уж слишком велика зона, которую надо обследовать. Но при этом глава поисковой операции от Австралии уверен, что эффективный план поисков в итоге все-таки даст результаты. А пока что следов лайнера отыскать не удалось. В Шанхае все вверх дном. А именно в этом конкретном доме, который стал новой городской достопримечательностью. На вход стоит очередь туристов, которые мечтают выходить по стенам и потолку. И, конечно же, сфотографироваться на фоне свисающего сверху унитаза. Куда же без этого. Ну а у меня все. Это были новости для тех, кто не смотрит новости. Удачи и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!